Доброе утро всем, друзья, и добро пожаловать в новый блог. Посмотрите мои новые серёжки. Классные, белое золото, очень такие. Первый раз сегодня одела. Так, что у нас сегодня по программе? Сегодня у нас уже четверг, время летит. Что мне с прической не то? Время летит не по дням, а по часам. И, девчата, сегодня возьму вас с собой закупаться. Мне много чего надо купить. Мне надо в Лидл, мне надо в Кауфланд. Так-то холодильник у меня полный, но всё равно по мелочи мне надо купить, потому что хочу кое-что печь. Спекла вчера, но уже не снимала, до того так устала. Это блетотайка с слоёного теста. И ходила собачка на улицу. На улице так тепло, так хорошо. Это вам не передать. Но на выходные всё равно обещают, по-моему, минус один градусов. Ну, посмотрим, что как. Ну, поехали со мной. Ну, приехала я Кауфланд, сделаю потише. Сейчас у нас девятый час. С утра хорошо закупаться, потому что только как вечер, постоянно. Если вечером едешь после обеда, люди едут все после обеда, как бы закупаться после работы. То одного нет, то второго нет, то третьего нет. И наделась я тепло. Как обычно, вообще боюсь холод. И не то, что боюсь, как бы я не люблю, когда холодно. Но теперь не могу. До того такая жара сильно толстую куртку одела. Посмотрите. Вот наш Кауфланд. Тут Юск. Юск – это скандинавская фима. Вот это гусятник, да, у нас оттуда вся мебель. Вот эта дорогая. Тут Дайхман. Тут всё. Вот такое вот, что я вот люблю. Тут у нас и обе есть. Ну, всё, что тут. И вот Кауфланд наш любимый. Люблю его, этот Кауфланд. Постоянно тут и тако, и кик, и собачный магазин, и что только у нас тут нету. И попозже, не знаю, если я успею, по-моему, с десяти у нас открывается этот собачки мою, моему Рике кушать, взять. С десяти девчата, наверное, открывается. Не наверху, без штын десяти. Мне надо ему палочки тоже кушать, набрать в экшен. Там же Лидл заехать. Вот. Да что такое, что-то у меня с прической не то. И, наверное, Росман зайду, опять себе краску куплю. Вот пока у меня есть время, а потом посмотрю. Может быть, мимо дачи буду ездить, поеду там, сниму, что как. Уже надо потихоньку, погода вот как наладится. Буду смотреть погоду в феврале. И уже надо начинать потихоньку на даче работать, убираться. Вот. И еще я жду в Кауфланде землю. Землю, да. Я хочу посадить мои каны. Потому что она там, во-первых, дешевле. И, во-первых, я привыкла. У меня все вот это вот земля или где какие семена. Я уже вам рассказывала. Я всегда покупаю в Лидли. Даже вот этот взять лук. У меня фиолетовый был. И вот такой вот белый, да, лук. Он очень такой крупный. И я уже его каждый год там покупаю. Ну, пошлите. Пойдемте, пошлите, говорю. Пойдемте за покупками. Ну, опять накупила. Опять накупила. Дрожжей накупила на 80 ойра. Это еще не пертик. Еще, девчата, мне надо в Лидли и в Эксен. Еще мало чего купила. Потому что я разделила, что мне надо тут покупать. И что мне надо в Лидли покупать. Ой. Конечно, все дорого, все подорожало. Но Кауфланд, я говорю, все равно. Есть выбор. И как бы мне нравится Кауфланд. Сейчас еду. Мой Лидл. Наверное, будет отсвечивать. Ну, немножко вам сниму, конечно. Закупила. Точно будет отсвечивать. Но это курасону. Очень люблю, знаете, вот такие, как бутер курасона. Они скручены. Мне так они нравятся. Конечно, полную-полную сумку. Тут я и была в Ангеботе. Красная цена по 3 dry oeuro, но и нонсич. Это 4 oeuro. Это, девчата, вот такая вот индюшатина. Я очень люблю индюшатину. Она в Ангеботе была. Красная цена. А потом 1 oeuro 99 центов. 2 oeuro. Девчата, это лук такой крупный. 2 килограмма. 2 килограмма. Тут и мандарины взяла, и фарш был дешевый. Короче, все дешевое было. Как всегда, наши. Сюда поставить. Сейчас я вам сюда поставлю. Отсвечивает. Короче, не буду я так делать, потому что вы потом ничего не увидите. Потом бананы. Ну, бананы, как обычно. Потом oeuro 29. Творожок взяла. Потом 79 центов. Красная цена была. Это дрейзинг. Это, знаете, на салат брызгать. Медь-йогурт. Потом oeuro 79 центов. Нет, это нет. Извиняюсь, это не буяну. Оно стоило 2 oeuro, по-моему, 59 центов. Извиняюсь, это не то. 2 oeuro, по-моему, 49 центов. Kinder Ubarash. Kinder Ubarash. Господи. Kinder Pinguины Ubarash. Говорю. 79 центов. Ну, батон. Mitno Blauch с чесночком. Потом 79 центов. Это Paradis крем. Тоже красная цена. Любимый мой крем. Уже рассказывала про него. Oeuro 49 и Oeuro 69. Были другие пачки. Это сахар. Ну, сахар, я не знаю. Цена не падает. Была тоже красная цена. Это, по-моему, 59 центов мука. Потом Oeuro 29 центов. Тоже красная цена. А так оно стоит Oeuro 49, да? Потом, девчата, кефир по 79 центов, по-моему, был. Это тоже красная цена. Oeuro 79. Красная цена. Это, ну, как без паприки, да? Без зажарки. Потом. Рёбрышки 2,63 цента. Ну, тут мало грамм. Мне, потому что у меня есть. Потом, по-моему, Oeuro 29 центов. Это нарезка на хлеб. Но это мало. Это мало, мало, мало. Потому что я хочу в лидве взять. Это потом Oeuro 29 центов. Тут сыр. Ну, тут 150 грамм всего, как бы. Тоже красная цена. По 79 центов это шоколадные эти. 49 центов это бутер. Это масло. Масло. Потом по 79 центов. Oeuro тоже красная цена. Вот они, эти конфеты тоже. Kinder Regal, да? Вот эти. Вот они в ангиботе. У нас красная цена. Это Oeuro 79 центов, по-моему. Тут всё у меня стоит. Тут. Вот. Моя закупка на сколько? Даже, да, 80 Oeuro 13 центов. Потом это тоже была красная цена. Это вафли. У меня сын любит. Дэнни любит. Были есть шоколады, есть такие. Но шоколады, они наполовину меньше. И 2 Oeuro 22, по-моему. 22. Так. И вот, девчата. И вот эти вот путин, да? Вот эти вот ляшечки. Мне они очень нравятся. Я 3 Oeuro 99 центов. Ну, по 4 Oeuro, я сказала. И это тоже. Так, а где ещё пачка? Я же ещё одну брала. А, ну, у меня тут, извиняюсь. И у меня другая пачка. Тут у меня же ещё. И тоже, девчата. Я делала бешфармак. У меня дети вот как-то любят. Ой, какой вкусность этого, как его. Господи. Ну, с этого путано, да? Вот я набрала. И хотя у меня есть. Мы с дочерью на той неделе ездили закупаться. Вы видели? Я, по-моему, снимала тоже. Думаю, а что не взять? Посмотрите. Тут тоже так же. Так что я вот... Короче, рада, да? Потом. Ну, фарш, как обычно. Так же стоит. Потом это Oeuro 79 центов. Тоже красная цена, хочу сказать. Тоже взяла. Потом. Не помню. Тоже была красная цена. Потом Oeuro 99. Два Oeuro. Тут помидорки. Это все девчатского фланда. И вот это варенье мне нравится. Очень, очень. Она Oeuro 29 центов. Это красная цена. Это 230 грамм. Есть из клубничка, по-моему. А тут клубничка малинка. И, короче, вот такое вот. Вот оно все. Ну и все. Потом эти тоже взяла. И масло тоже. Oeuro 49 центов. Тоже очень дешевое. И моя любимая помазка с яичками. Кто меня смотрит, они знают. Я люблю помазку. Я уже сколько раз говорила. Что ты эти яйца отваришь. Что ты там эти все добавишь. Что ты это все купишь. Да, лучше купить готовое. И все. Потом рис был. Так, Oeuro, по-моему, 59 центов. Очень. Это красная цена. Этот рис очень хороший. Так что все. Встретимся с вами в Лидле. Так. А это у меня Лидл. Посмотрите. Зашла за хлебом. Ну, мне помидоры, честно сказать, надо было. Помидоры и йогурт и пельцы. Грибочки. Потому что хотела сегодня сделать. Такое, что именно сейчас с утра кауфландии не было. Посмотрите. Опять набрала. Я даже не знаю, насколько я тут набрала. 37,72 цента. Вот они. Яйца по 2 ойра я взяла. Потому что у меня XXL есть еще. Потом красная цена была. Вот эти вот грибочки. Посмотрите, какие маленькие. Потом. То, что тут было. Ну, это дочь попросила. Не знаю. Она любит такое. Но в Кауфландии я такое не видела. Она подошла к девчатам. Они сказали, они еще не разложились. И в Кауфландии ойра 29 стоит чеснок. А здесь 99 центов. Мой хлебушек любимый. Байровский. Ойра 29. Красная цена, девчата, была. Так что вот такие вот дела. И там, тут у нас рядом экшен и нету. Сейчас еще туда загляну. Дома девчата разлаживать не буду. Вот тут вот прям покажу. Даже уже у меня сумок нету, да. Вот сюда тоже кое-что сложила. И приду домой. Зайду домой, сумки возьму. Сын меня там уже ждет помогать. Чапату очень люблю. Слидло. И красная цена были эти. Голубика. По-моему, до 2 ойра. Где-то так. Где-то так она стоила. Красная цена были помидоры. По-моему, ойра 39 центов. Это вообще. Потом груши была красная цена. Мандарины здесь дешевле, чем в Кауфланге было. Здесь, по-моему, по ойра 39 или ойра 59 центов. Ой, коньяк. Коньяк разобьется. Ну и все. Ну, теперь я на даче. Любимая дача. Посмотреть, что здесь делается. Муж у меня тут каждую неделю. Но я то на работе, то дома, то еще что-нибудь. И некогда даже сюда приехать. Так, девчата. Моя розочка. Моя любимая розочка. Ой, сколько убирать надо. Ох, как я люблю это делать. Я вообще убираться люблю. Я вообще люблю с землей вот работать. Вот такое вот. С землей и с людьми. Вот мне это нравится. Посмотрите, моя красота. Было минус 9, минус 10 градусов, девчата. И ничего. Все нормально. Туда же, я вам хочу сказать, туда же листики пошли новенькие. Вот, видите? Это новые листья на... На мою розочку. Вот они. Вот они. Так. Что еще? Тут тоже много листьев. Это мои каны. Это мои каночки. Посмотрите, они тоже повыходили. Мне муж сказал, что они повылазили у тебя. Вот они. Вот, девчат, посмотрите. Вот они. Вот повылазили. Вот уже. Боже мой. Это земля у нас. Сейчас я вам расскажу, откуда у нас земля. Это муж сюда кинул. Все расскажу, все покажу. Это тоже мои цветочки повыходили. Вот. Так. Тут золотинки. Ну да, на Новый год здесь стреляли. Может быть, я не стала уже ничего тут делать, ничего убирать. Так. Тут у нас... Ой, они тоже почки уже тут вовсю. Вот они. Черная ягра. Смородина, красная и крыжовник здесь. Тут тоже у меня каны. Так. На уборке мне тут много предстоит. Но сегодня, конечно, я не буду убираться. Ничего себе. Полная воды. Посмотрите. Полная вода у меня тут. Там надо дырки сделать. Дырочки сделать. Это все повылевать. Вот, девчата, у меня вот такие вот эти стояли. Цветы, да? Я сейчас покажу на террасе. И муж выкинул сюда. Сюда вот эту землю, потому что будем все новое как бы делать. Всю новую землю я имею ввиду. Так. Тут у наших соседей тоже посрывало все, говорит. Весь бамбук. У нас вчера такой ветер был страшный. Это вам просто не передать. Так. Ну тут прям сильно. О, видите, у меня даже сосушка моя упала. Ну не пойду в белых кроссовках, потому что замараю. Так. Ну все, вроде бы. Этот опять нарыл. Но я с ним разберусь. Вот как потеплеет, я пойду на дачу. Так. Тут ничего такого нету. Тут все по-старому у нас. Все по-старому. Весь наш заборчик опал, девчата. Ой, что, даже рука трясется. Тут муж огонь делал. Тоже делал свои вещи. Все тут. Работает тоже по своим этим. Так. Тут он передвигал тоже. Подделывал все. Листья собирал. Вон опять листья. Я говорю, вчера так надуло. На ту неделю он был. Тут убирался. Мороз такой был. Огонь себе разжег. Так хорошо, говорит. Тут у нас вторая сторона. Там у нас компост. Как-то девчата у меня спрашивали, куда вы, где у вас компост. Тут у меня должна быть вообще чистота. Тут никакой компост мне под носом не нужен. Я никогда такого не делаю. Потому что, когда лето, выкидываешь вот это вот кожурки. Ну, вот такое все, да, вот огурцы. Вы знаете, сколько там мухоты? Тут и там и мухота, там и пчелы. И все они у нас тут летают. Вот. У нас только вон там он. Тут у нас, ну, как вторая половина. Там у нас гора. Ой, сколько буду очистить. Ой, как я люблю работать. Листья. Как начнут? Вот мой фитнес будет. Уже не дождусь. Ну, тут у нас и тележки. И как бы все, тоже тут все в ряд сложено. Листьев всегда много. Ой. Всегда много листиков. И вот, короче, будет нам работы. Это, девчата, наша оливка. Кто-то спрашивал про оливку. Вот она у нас живая. Минус 9 градусов. Муж говорит, ничего нету. Ничего абсолютно. Тут у нас вот цветы стояли. Стояли цветочки. И муж всю старую землю туда высыпал. Посмотрите, какая грязь. Сколько нам намело мусора. Это невозможно. Я говорю, тут еще и зеленое все. Ну, работы мне будет. Генук. Тут наши дрова. Ну, вот такая вот наша эта дачка. Цветочки мои высохли. Я их никогда не убираю. Я убираю только тогда, весной. Уже тут начинаю все чистить. Все убирать. Такая вот моя дачка. Что еще тут у нас был ураган нам? Нам ураган сделал. А, вот эту вот тоже штуку нашу порвал. Муж говорит. Ну, потом я куплю. Я все равно к весне все обновляю. Это нормально. Ну, все. Наверное, буду. Все равно пойду подниму. Наверное, буду с вами прощаться. Девчата. Ой, ты моя сосушка упала. Она разбилась тут у нас. Вот она. Поразбивалась. Ну, у нас вчера вообще, конечно, был сильный ветер. Ну, буду с вами прощаться. Большое-большое спасибо вам за просмотр. Всем пока. Хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok